Субтитры сделал DimaTorzok Конец мира или же конец всему Каждый перевод в той или иной степени будет верным Все дело в том, что главный герой потерял любимую девушку Что с ней стало мы не знаем Возможно они расстались Возможно она трагически умерла Но мы пытаемся это выяснить И каждый день просыпаясь мы должны отправляться в пустой город И искать воспоминания Наша основная цель это коллекционировать воспоминания Тем самым открывая коротенькие видеоролики Которые связывают настоящее и прошлое И мы узнаем судьбу парня И судьбу его девушки Казалось бы, ну разве это интересно Вы знаете на самом деле да Эта игрушка требует от вас всего на всего 15-20 минут Свободного времени И вы ее пройдете По сути это даже не игра А графическая новелла Потому что все представлено на экране вашего смартфона Это все равно что картина написана на холсте Экрана вашего андроид устройства По идее игры как таковой нет Это своеобразная медитация или картина Управление очень простое Тапая по левой части экрана вашего смартфона Или же планшета Герой идет налево Тапая направо соответственно Он пойдет в правую сторону И если вы увидите светящийся объект То он интерактивен Достаточно тапнуть на него И главный герой что-нибудь сделает Если это пачка сигарет Он закурит Если это чашка кофе Он ее выпьет Если это лифт Он соответственно вызовет его И спустится на первый этаж Либо поднимется наверх Мы перемещаемся по городу И видим к примеру Какой-нибудь плакат или афишу Рядом с кинотеатром Заходим в кинотеатр И видим коротенькое представление На экране проектора Соответственно дальше На экране появляются часики Наша цель искать эти часики И маленькие-маленькие Примечательные вещи Которые будут Отсылать нас к прошлому Как я уже сказал Это может быть афиша Или же это может быть Скамейка в парке Далее нажимая на часы Мы можем проматывать время в прошлое И смотреть как главный герой Занимался любовью со своей девушкой Как он вместе с ней смотрел Кино в кинотеатре Как он ужинал с ней в ресторане И соответственно Мы пытаемся понять Что же случилось И выжить в этом безумии Разрушающегося мира Игра на 5 баллов Советую всем И что самое интересное Данная игра имеет Какую-то реальную подоплеку Потому что при первом включении Разработчик посылает сообщение Какой-то девушке Бритни То есть он посвящает Свою игру ей И вот уже возможно Сейчас играя в эту игру Мы переживаем Чьи-то проблемы Чьи-то переживания Чью-то судьбу Всем Очень рекомендую Попробовать данную игру Поехали дальше Вторая игрушка Называется The Forest Внешне она очень сильно напоминает Слендермена А по сути Это другой проект Все дело в том Что здесь Присутствуют элементы хоррора Но по большей части Это головоломка Предметы необходимо Собирать в правильной последовательности Здесь нет записок Ненужных безделушек Здесь все вещи Находят свое применение В игре И подбирать их нужно В определенной последовательности К примеру Есть колодец И рядом с ним Находится связка ключей Либо ожерель Непонятно что Но если вы возьмете Его в самом начале игры То вас убьют Через пару секунд Убивает вас Мертвая женщина Она преследует вас По лесу И в принципе Она осязаема То есть от нее можно убежать Здесь нету такого резкого появления Как в Слендермене Она появляется только тогда Когда вы совершаете Неверные шаги Или допустим Вы увидели калитку Калитка оказалась запертая Чтобы найти Проход дальше по уровню Вам необходимо найти ключи Ключи могут находиться В избушке Чтобы впасть в избушку Вам потребуются Лампы к ней керосин Соответственно Нужно подбирать Эти предметы Если вы замешкаетесь Если вы стоите на одном месте И не предпринимаете Правильных действий Как вы уже поняли Вас тут же убивают Сложность заключается в том Что игра действительно страшна Потому что Появляется девушка Первое время очень страшно Потому что непонятно Сейчас появится она Или нет Затем уже потом Вы вырабатываете Определенную стратегию Тактику И уровень Можно пройти Но все равно Многих отпугнет Неожиданность и темнота И что самое интересное Почему этот проект Попал сегодня к нам В видео рубрику Все дело в том Что автор выпустил Вторую версию Для сакунов Я извиняюсь Что говорю это слово Но она действительно Версия для сакунов Я к примеру Не смог пройти Слендера Потому что Мне было очень страшно И мне было очень сложно Плюс темнота Темнота очень сильно давит И иногда не хочется Делать над собой усилия Здесь ситуация Совершенно другая Разработчик Просто внес Игру в гугл плей Под названием The forest Black and white edition То есть черно-белая редакция Соответственно Здесь абсолютно Нету темноты Из-за того Что здесь применен Черно-белый фильтр Вы видите Вплоть до Горизонта леса И если даже Где-то мертвая девушка Появится Вы успеете Убежать от нее Еще раза 3-4 Пока она до вас Дойдет Соответственно У вас нет Никакого страха У вас просто Появляется Тот самый челлендж Найти Все вещи Понять Как их скомбинировать Определить Правильную последовательность И наверное Автор поступил Правильно Потому что Есть очень много Интересных хорроров Которые пройти Не получается В силу определенных обстоятельств Здесь же Если вы не осилили Версию для Сильных духом То есть версия Для слабачков Ссылочка в описании Под этим видео На оба проекта Последняя на сегодняшний день Игра Но не последняя В моем топе Это аркада Пиу-пиу В стиле 80-х 90-х Яркие цвета Краски Майами И что самое интересное Я в эту игру Играл еще давным-давно На компьютере Наверное Чтобы не соврать Лет 10 тому назад Это был 11 класс Я делал обзор Этой игрушки Для форума На нашем городском Получается Портале То есть Эта игрушка Как-то называлась Иначе Но тогда только-только Появился термин Инди-игры И вот она проходила В моем топе Под этой категорией И как приятно Снова увидеть Эту игрушку На андроид-смартфоне То есть Получается Когда-то ты играл В нее на компьютере И бац Она перешла В стадию Мобильных развлечений Это очень приятно Здесь в принципе Модифицированная версия Потому что здесь 6 режимов игры Причем Каждый найдет Что-то для себя интересное Кто-то любит астероиды Кому-то нравится Выбираться из ловушек Кто-то просто любит Классический Спейс-шутер Где летают Всевозможные объекты Астероиды Вражеские корабли И все норовят вас убить То есть Здесь масса фана Управление очень простое И имеется Два стика Левый отвечает За движение Главного героя Его корабля По Получается Космической арене Правый отвечает За стрельбу В том или ином направлении Что самое прикольное Чтобы полностью Не оторваться от фана Как только вас Кто-то отвлек Позвал Вы убираете От экрана пальцы Игра автоматически Ставится на пальцу Это очень здорово Потому что Всецело Вы поглощены геймплеем И геймплей Не будет продвигаться Вперед без вас То есть Такая умная пауза За что разработчикам Отдельное спасибо Второе что хочется сказать Здесь очень интересные Музыкальные композиции Они здесь Очень мощные Заводные Мне кажется Что здесь Даже был какой-то Ремастер Ремейк Потому что Эти треки мне не знакомы Я их в оригинале не помню Там была только одна музыка Там в стиле Тыц-тыц-тыц Здесь Много интересных мелодий Которые Попросту Притягивают вас Ко всему этому Фейерверку Цветов Красок Взрывов Бумов То есть Это знаете Такая отрада для глаз Не знаю Кстати Есть ли там Какие-то предупреждения Насчет эпилепсии Но В это охотно верится Потому что Игра очень яркая И динамичная Вот такой вот У нас сегодня Получился топчик Такая подборка За неделю Я надеюсь Вам всем понравилось Спасибо что были со мной Ставьте палец вверх Всем пока И до скорых встреч